ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Сегодня мы с вами перенесемся в Бразилию, в прекрасный город Форт-Алезе, с населением почти в 3 миллиона человек прямо на берегу океана. Меня пригласили туда в качестве основного спикера на христианском конгрессе. Я принес им очень сильное послание с целью укрепить церковь в том же городе. Конгресс назывался «Марш за Иисусом». «Марш за Иисуса» — это междинаминационное мероприятие, которое ежегодно проводится по всему миру с целью объединить церковь и прославить царя Иисуса. Парад был большим успехом. Он рассказал городу об Иисусе, прославил Бога и объединил церковь. В конце трехчасового марша мы собрались на пляже, где была запланирована евангелизация. Там была живая музыка, общение, а потом мне выпала честь обратиться ко всем с особым мотивирующим посланием. Вы сейчас тоже услышите часть того послания из Бразилии. Надеюсь, вы тоже будете благословлены им. Всем привет! А вам здесь нравится? Вы очень рады, сегодняшний день? Давай! Давай! Мы собрались здесь сегодня, чтобы провозгласить, что Царь Иисус живой. Мы здесь сегодняшний день, чтобы проклама, что Рей Иисус живой. Он живой. Хочу рассказать вам реальную историю. Несколько лет назад я целый год изучал песнь песней, и пока я изучал эту книгу, я молился, молился и молился. Я просил, Господь, дай мне пережить эту Твою огненную любовь. Дай мне ощутить, как Ты страстно любишь меня. Дай мне ощутить пламя Твоей любви. Я молился так несколько месяцев. А потом однажды ночью я пережил божественную встречу. Сам Дух Святой дал мне особый сон. И в этом божественном сне я увидел свою жену. Это было очень необычно для меня. Я увидел Синтию. Сейчас она со мной здесь. Синтия! Давайте поприветствуем драгоценную Синтию. Я увидел ее постоянную любовь ко мне. Я увидел ее постоянную, неиссякаемую страсть ко мне. Что Господь показал мне этим? Я просил Его показать мне Его любовь. А Он показал мне, что Он проявляет ко мне Свою любовь через мою жену. Что я хочу этим сказать? Церковь. Вы руки, ноги, уста и сердце Иисуса. Иисус касается этого мира через вас. Он прикасается к жизням людей через вас. Через вас Он прикасается к погибающим. Он проявляет любовь к этому городу через вас. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Но тогда у меня к вам есть вопрос. Слава Богу, все мы собрались сегодня вместе. И мы подняли знамя Иисуса. Мы стоим вместе в единстве под этим знаменем. Но у меня есть к вам один вопрос. Скольким людям вы рассказали Евангелие в этом году? Я никого из вас не знаю. Но по тем местам, в которых я уже побывал, я знаю, что есть лишь небольшое число людей, которые делают то, к чему призвал нас Бог. Последними словами Иисуса были следующие. Идите и учите все народы. Он повелел нам с вами идти и проповедовать Евангелие всему творению. Он сказал, вы примите силу и станете моими свидетелями. Поэтому я хочу еще раз попросить каждого из вас заглянуть внутрь своего сердца. Вы можете сказать, что вот лично вы являетесь свидетелем Иисуса. Вы проповедуете Евангелие? Вы создаете новых учеников? Вы прикасаетесь к чьей-то жизни? Вы приводили кого-нибудь к Иисусу? Вы когда-нибудь приводили к Нему того, кто Его не знает? Кто-то когда-то принимал спасение благодаря личного? Недостаточно просто собираться вместе и петь песни? Мы соль земли и свет миру. Мы получили приказ от Иисуса. у нас очень много работы. Церковь Бог желает использовать вас. Он хочет использовать нас, чтобы достигать этот мир. Каждый может достичь кого-то. Не всем выпадет возможность проповедовать со сцены, как мне сегодня. Но вы можете достигать Вы можете достигать людей. Вы можете достигать кого-то. Есть люди, которых Бог желает спасти именно через вас. Да, я говорю лично о вас. Бог посылает вас лично. Иисус сказал так, как Отец послал меня, так и я посылаю вас. Так кто же пойдет? Друзья, сегодня у вас еще есть шанс покаяться. Я хочу спросить вас, а кому из вас сегодня Господь сказал, давай сделай это? Возможно, это коснулось вашего сердца, и вы хотите покаяться в том, что вы не меняете этот мир, не спасаете погибающих и не свидетельствуете о Боге. Если Бог говорит с вами об этом, и вам нужно свежее помазание, свежее сила, и не только для того, чтобы у вас было больше эмоций во время песен поклонения, но чтобы вы были эффективным свидетелем. Если Бог обращается сейчас к вам через это послание, и вы не приводите людей к Иисусу, если вы готовы сегодня посвятить себя Его делу, если вы готовы покаяться и получить новую силу, если вы действительно хотите измениться, и если вы готовы сделать первый шаг уже сегодня, то выходите вперед, и я помолюсь за вас. Я сосчитаю до 30, а потом буду молиться, поэтому если хотите выйти вперед, то сделайте это прямо сейчас. Иисус, дыши на своих учеников. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Иисус, Девушки отдыхают. Возьми ту истину, которую я проповедовал в Бразилии, и помоги каждому человеку осмыслить и принять ее в соответствии с их расположенностью и готовностью. Отец, я знаю, что призыв быть Твоим свидетелем есть на жизни каждого из нас, но я также понимаю, что все мы были созданы с разными уникальными дарами, и одни чувствуют себя более уверенно в этой роли, чем другие. Я молюсь сейчас за моих слушателей. Некоторые из них, верующие уже много лет, но при этом они могут на пальцах одной руки сосчитать, сколько раз они рассказали неверующим об Иисусе или молились вместе с кем-то молитвой покаяния. Для начала хочу сказать, что понимаю, что не все такие, как я, что у меня уникальный дар, сверхъестественная смелость и уверенность, чтобы рассказывать людям об Иисусе. Я — евангелист. Это уникальное помазание, поэтому я не требую от всех вас тех же результатов, что и у меня. Господь сказал, кому много дано, с того много спросится. Бог дал мне этот дар и дает мне возможности, поэтому на мне лежит особая ответственность. Использовать по максимуму все эти возможности и его дары и таланты. У вас может быть другой характер, другой темперамент. Возможно, вы более стеснительный человек, скорее интроверт, чем открытый и общительный человек. Я хочу помочь людям с разными температурными данными обдумать и принять этот вызов, с которым я далее обратился к христианам из Форталезе. Для начала хочу сказать, что все мы получили определенную меру. Кто-то больше, а кто-то меньше. 30, 60 или 100 крат. Это мера урожая. То есть кто-то приносит плод в 30 крат, кто-то в 60, а кто-то в 100. В одной притче Иисус рассказал, что один человек получил 10 талантов, другой 5. То есть у разных людей разное количество талантов. И эти таланты могут быть для разных сфер. Возможно, вы слушаете меня сейчас, и вас можно отнести к более тихим и спокойным людям, а призыв идти и проповедовать вызывает у вас волнение. Еще раз хочу подчеркнуть, что понимаю, что не у всех одинаковый уровень смелости или общительности. Но, с другой стороны, никто из нас не может отстраниться от обязательного призвания, которое было дано всей Церкви Господом Иисусом. Все мы призваны рассказывать об Иисусе Христе и приглашать людей в отношения с Ним. Писание говорит, что все мы — послы Христа. Если вы скромный человек по своей природе, то как вы должны исполнить этот обязательный призыв? Вы не можете сказать, «Ну, я робкий и стеснительный, поэтому это призвание для Равина Шнайдера, а не для меня». Мы не можем выбрать этот путь, ведь это будет ошибкой. Но если я не такой смелый, как мне это сделать? В вашей жизни исполнение этого призыва может выглядеть иначе, чем у меня. Но это вполне приемлемо. Но сказать, «Мне некомфортно рассказывать о своей вере» и взять и не делать этого, используя при этом свою робость в качестве оправдания, или спрятать голову в песок и делать вид, что никакого призвания вообще нет, это будет большой ошибкой. Иешуа сказал, «Если мы стыдимся его». Он сказал, «Кто постыдится меня и моих слов? Того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца и святых ангелов». «Я никого не осуждаю». Эти слова призваны разбудить нас, чтобы мы сказали Иисусу, «Да, нам нужно выйти из зоны комфорта и принять этот вызов». А это означает, что иногда придется делать то, что вызывает у нас дискомфорт. Например, Бог призвал Авраама оставить свою семью, свою родину и последовать за ним. И мы, как Авраам, тоже должны выйти из зоны комфорта. Это касается и робких, и стеснительных людей. Вы тоже должны подумать, как именно вы можете выйти из зоны комфорта, чтобы рассказывать людям об Иисусе. Возможно, придумайте свой метод или способ евангелизации. Вариантов очень много, но, во-первых, нужно настроить себя. То есть, вначале нужно принять этот вызов. Осознайте. Если Иисус сказал, что мы примем силу и станем Его свидетелями, последними словами Иисуса в Евангелии были «Идите и проповедуйте Евангелие». Итак, во-первых, нужно настроиться. Не важно, что я робкий, стеснительный, вот что повелел мне Иисус, и я буду это делать. Каким-то образом мне нужно забыть о себе и стать тем, кем Иисус призвал меня быть. Библия говорит, что Бог дал нам не духа страха или робости, а силы, любви и здравого разума. Итак, если у вас есть дух робости, то поймите, что он может быть естественным для вашего естественного Я. Но это совсем не означает, что вы должны принимать его как что-то, принадлежащее вам, потому что Бог не дает нам духа страха или робости. Поэтому, если вы по плоти робкий человек, то вам нужно провести воображаемую черту и сказать, «Я отвергаю это. Я — новое творение. Я не робкий. Я больше не буду робким, потому что Господь освободил меня от этого. Все старое прошло, теперь все новое». То есть, вам нужно отвергнуть прошлое и отвергнуть свой прежний взгляд на себя и сказать, «Бог ввел меня в новую жизнь». Иисус сказал, «Вы примите силу, когда Дух Святой сойдет на вас и станете смелыми свидетелями». И нам нужно бросить себе такой своеобразный вызов. «Да, я хочу измениться. Я хочу стать смелым свидетелем». Во-вторых, нужно просто начать. Какой лучший способ измениться? Просто начать. «Возможно, в магазине вы повернетесь и…» «Да, это кажется странным, но я делал столько странного в своей жизни, потому что думал, что об этом меня просит Бог». «Бог благословит вас, если вы будете стремиться повиноваться Ему». «Возможно, вы в магазине, вы поворачиваетесь и видите сзади человека. Вы подходите и говорите Ему, Иисус просил передать вам, что Он вас сильно любит». Вот насколько все просто. Не обязательно, чтобы человек повторил за вами молитву покаяния. Нет, иногда Бог призывает вас просто посеять семя. Да, это может быть так просто. Возможно, в вашей жизни есть люди или соседи, с которыми вы никогда не говорили об Иисусе. вы можете сказать своему соседу, «Знаешь, я был с тобой не до конца честен. В моей жизни есть важный аспект, о котором я никогда тебе не рассказывал. Я христианин. Я понимаю, что я далек от идеала, но я верю, что Иисус Господь всей моей жизни, и Он скоро придет. Мне кажется, что Он хочет, чтобы я сказал тебе, что Он любит тебя. может, будет тебе интересно прийти на домашнюю группу или изучать вместе Библию. Вы можете просто открыть Евангелие от Иоанна и прочесть его вместе, а потом обсудить прочитанное. Или же вы можете сказать своему другу или соседу, «Иисус так любит тебя, и Он желает, чтобы ты знал об этом». Может, в твоей жизни сейчас есть какие-то проблемы? может, что-то тебя беспокоит. Я хочу помолиться за тебя. Так у вас появится возможность говорить с этим человеком об Иисусе. Видите, насколько это может быть просто и естественно? Бог послал нас на землю быть Его свидетелями, быть светом для этого мира. И мы должны понимать, что неважно, каким уверенным выглядит человек, и как бы он не уверял вас, что у него все прекрасно, каким бы крепким ни казался его внешний фасад, в реальности все мы живем в разбитом мире, люди страдают, сталкиваются с трудностями, всем сложно, у всех есть своя боль, всем нужна помощь, но лишь немногие готовы признаться в этом. Поэтому вам нужно научиться видеть сквозь защитные стены и знать, что глубоко внутри людям больно. Но когда они видят, что вы тоже готовы открыться, что вы честны с ними, когда они видят, что вы готовы честно рассказать им о своих проблемах и об Иисусе вашей жизни, Господь использует это как возможность, чтобы вы могли рассказать о любви Господа Иисусом. Поэтому я хочу ободрить многих из вас, особенно тех, кто верующий уже много лет, но так никогда и не попробовал свидетельствовать. Равин Шнайдер говорит вам, с Божьей любовью, у вас все получится, вы можете все в укрепляющем вас Иисусе Христе. У нас осталось не так много времени на этой земле, поэтому давайте использовать его по максимуму, чтобы угождать Иешуа, быть его светом, быть его свидетелем и прославлять его в нашем круге общения. И тогда мы с вами будем готовы к последнему дню, когда Иисус сможет сказать нам хорошая работа, мой хороший и верный слуга. Итак, прежде нужно настроиться, а во-вторых, нужно просто начать. С вами был Равин Шнайдер. Я благословляю вас. Я хочу помолиться за вас, кто слышит меня сейчас. Отец, ты живой. Ты укрепляешь нас своим духом. Ты обоюдоострый меч, который придает нам силу. Ты поднимаешь нас на то место, где мы должны быть. Отец, помоги нам быть твоими свидетелями на этой земле. Трава сохнет, цветы вянут, а слово Господа пребывает вовек. В книге числа Бог сказал Моисею и Аарону, произнесите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них, и я благословлю их. Теперь Божий народ, принимайте Божие благословение на свою жизнь. Субтитры Субтитры Да благословит вас Господь, Бог Израиль, и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица Своего, и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо Своё к вам и дарует вам мир, как своему любимому ребёнку. Шалом! Я смотрю на то, что Бог сделал за эти годы, через мою жизнь и моё служение, и прихожу в большой восторг. Я смог побывать в Бразилии, Африке, Украине и Израиле. Я проповедовал Евангелие, видел, как люди спасаются и исцеляются. Быть свидетелем Иисуса невероятно. Мы каждый день получаем свидетельства от людей со всего мира, которые обрели Иисуса, или получили какое-то чудо через это служение. Если вы поддерживаете нас своими финансами, то вы лично участвуете в изменении этих жизней. Павел сказал, что мы должны поддерживать деньгами тех, кто учит нас словом. А Иоанн сказал, что мы должны поддерживать тех, кто проповедует истину. Я хочу попросить вас о финансовой поддержке. Без вас я никуда не могу поехать и ничего не могу сделать. Это правда. Подумайте над тем, чтобы стать партнёром Господа в этом служении. Пусть Господь благословит вас за это. Заранее спасибо вам. Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Ролина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесёт Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщениями вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Иисус сказал «Идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям». Но многих это пугает. Вот почему мы создали whoami.com. Это простой и интересный ресурс о том, как вы можете рассказать об Иисусе без страха и совсем не религиозно. Итак, чтобы стать свидетелем, вам нужно просто зайти на этот сайт и поделиться ссылкой на него у себя на странице. Так вы исполните великое поручение. Мы призваны быть светом миру. Примите этот вызов сегодня и сделайте пост о сайте whoami.com на своей странице. Телепередача «Равина Шнайдера. Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова